Название этой игры Scam, и его кто как хочет, тот так и переводит. Кто-то говорит, что Scam это накипь, кто-то что отбросы, кто-то что мрази, сволочи и так далее. Scam является плодом сотрудничества двух студий. Первые ранее выпускали гонки Газ Газлерс и больше ничего. Вторая студия уже посерьезней, это хорваты, выпускавшие Сириус Сэм. Сириус Сэм и Газ Газлерс. Да, эта выживалка определенно обречена на успех. Собственно, так оно и есть, за первые сутки аж 250 тысяч копий, что не мудрено при цене-то в 400 рублей. Из них 50 тысяч даже одновременно стали в неё играть. И в итоге все вместе наставляли в Стиме смешанных отзывов, что означает, что игра как минимум спорная. С другой стороны, если приглядеться, то станет заметно, что около половины положительных отзывов на самом деле имеют негативный окрас. В прошлом, ладно, лайк, дизлайк, какая разница, главное ведь не оценка, а отзыв, который обязательно найдут и прочитают те, кто захочет поиграть в эту игру. Нет. Наибольшую волну Вайна, собственно говоря, вызвал не геймплей, а отсутствие русского языка, который почему-то в Стиме помечен как присутствующий в игре. И плохая оптимизация. С ней действительно борода, так как даже на 1080 Ti приходится играть на низких, и всё равно тут и там наступают просадки до 30 фпс. С пингом серверов вообще творятся чудеса, когда пинг вроде бы и неплохой, а игроки друг у друга перемещаются путём телепортаций. Как в таких случаях, воевать одному разрабу известно, впрочем, игра-то и не про войну, она про выживание. У скам есть свой лор. События разворачиваются в мире, где преступники сражаются до смерти в целях развлечения кровожадной публики. В каждом матче 64 участника отбираются из тюрьмы и отправляются на остров площадью 144 квадратных километра, чтобы определить последнего выжившего, который получит призы от спонсоров. При этом, как можно стать последним выжившим, если после смерти ты мгновенно возрождаешься, непонятно. В общем и целом, геймплей проходит примерно так. Ты спавнишься в тюремной робе в рандомном месте, и у тебя есть два варианта развития. Первый. Ты начинаешь обыскивать траву и камни под ногами. Через какое-то время ты находишь два мелких камня и можешь скрафтить из них себе каменный нож. Когда у тебя появится каменный нож, ты сможешь рубить кусты. Когда нарубишь энное количество больших и маленьких палочек, ты сможешь сделать себе копье. Естественно, все находимое добро не будет влезать тебе в инвентарь, от чего будет пригорать жопа, поэтому тебе нужен рюкзак. Рюкзак крафтится из тряпок, веревок и лоскутов, а это значит тебе нужно прийти в ближайшую деревню, найти там несколько курток или рубашек, разорвать их на лоскуты и тряпки, найти и сплести веревку, ножницы, иглу и швейный набор и скрафтить себе маленький рюкзак. Если ты хочешь большой рюкзак, понадобится шкура животного, для этого придется поохотиться. Честно, не представляю как, ибо за все время в лесу я видел только ящерку. Но не важно, охоться, ибо шкура нужны еще и на одежду аборигена, попутно ты будешь рубить животных на мясо и у тебя будет что пожрать. Таким образом, часов так через 10 твой персонаж станет полноценным папуасом, одетым в шкуры и вооруженным копьем. Второй вариант. Вы забиваете болт на весь этот крафт, поиск камней и рубку веточек, открываете карту, ищите на ней какой-нибудь подозрительно выглядящий объект типа взлетной полосы, бежите туда. Там встречаете угрожающего вида роботов, которые на самом деле тупые, косые, глухие и малоподвижные. Тупо рашите мимо них в здание, лутаетесь, находите бронежилет, автомат, пистолет, ружье, а то и снайперку. Непременно находите рюкзак больше вашего героя размером, патроны, воду, тушенку и прочее дерьмо, после чего также рашем мимо ботов с этой базы уходите. И я думаю, не нужно объяснять, что второй вариант начисто аннигилирует первый, буквально долбит его во все щели. То, что людей в этой игре в основном можно встретить только на этих военных базах, и то, что пройдя по стримам вы не увидите ни одного стримера в костюме папуаса, а увидите сплошных спецназовцев в броне вооруженных до зубов, как бы намекает, что крафт в этой игре немножко нахер никому не сдался. Серьезно, вы можете хоть целый год лутаться и крафтить, но никогда не скрафтите себе СВД и не свяжете бронежилет. Ну ладно, окей, вот я оделся, вооружился и стал пипец как опасен, что же делать дальше? Собственно, все то же самое, продолжать выживать, но и в идеале все-таки найти кого-нибудь игрохнуть для морального удовлетворения. Но сами понимаете, найти кого-либо на карте в 144 квадратных километра, когда максимум игроков это 64, но все серваки полупустые, так что по сути дай бог, если кроме вас там еще хотя бы 30 человек, задача почти нереальная. Для сравнения, в PUBG 100 игроков на карте в 64 квадратных километра и зона сужается, гоня всех игроков в одно и то же место. А тут 144 квадрата и куда хочешь туда иди, именно иди, потому что машин в игре еще нет. И вот осмотрели вы одну деревушку, там само собой никого нет, очевидно стоит пойти и поискать в следующий, а туда бежать 20 минут. 20 минут бега, переходящего в ходьбу для отдыха. Как же это весело. Но в первую очередь это все-таки выживалка, о чем свидетельствует набор соответствующих механик. Персонаж постоянно хочет жрать, иногда пить, а иногда даже ссать и срать, не говоря уже о необходимости проблеваться в случае отравления. Мне кажется, игру надо было назвать не скам, а батл оф томогочи. Также в соответствующем меню у персонажа есть показатели витаминов, минералов и еще кого-то говна, за которым никто в здравом уме, по собственному желанию следить в игре не захочет. Серьезно, нахера это все? Зачем усложнять все это дерьмо на ровном месте? Ради чего? Витаминки заставить искать? В общем, залутавшись на военной базе, я где-то полчаса бегал по лесам и деревушкам, встретил за это время одного единственного зомби, убил его раздел и насрал на лицо. Тем самым пытаясь понять зен этой игры от юзания ее главной фишки. Дело в том, что если спросить, что это за игра такая скам, в большинстве случаев вам ответят, что это выживалка, в которой можно срать и ссать. Правда, срать сквозь штаны и ссать из невидимой пипирки, ну не важно. После содеянного я ужаснулся и решил еще и сблевануть на зомбака, вдруг кто-то смотрит, это же все-таки телешоу, пусть знают, что мне стыдно. После чего побежал в место, которое на карте выглядело как аэродром, а на деле оказалось еще одной военной базой с роботами. Там опять-таки не оказалось ни одной живой души, я в очередной раз почувствовал, что мне пиздец как скучно и на этом закончил упражнение. В общем, я ставлю этой игре 5 срущих бомжей из 10 спецназовцев, делать в ней на данный момент реально нехрен, нужно ждать завоза контента. Иногда на серверах случаются какие-то ивенты, проходящие в определенных квадратах, но что-то мне подсказывает, что 16 человек для участия в них там никогда не соберется. Либо нужно очень долго ждать, что тупо. Я так за все время даже одного человека, готового к участию, не видел. Стоит эта игра всего 400 рублей, так что лить на нее говно по какому-либо поводу особо смысла не имеет. Хотите утилизировать свое свободное время? Вперед! Один раз живем, каждый дрочит как хочет и все такое. Кому любить, кому страдать, кому-то в скаме хлам лутать. На этом в общем-то все. Пишите что думаете, жмите что хотите и все такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова